Единый день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, но отдать свой голос можно уже с 25 июня и прямо у себя во дворе. Один из первых шатров для избирателей установили возле многоэтажки по улице Чкалова. В общественной палате отмечают, такие избирательные пункты мобильны и полностью обеспечивают легитимность голосования. Я думаю, этот формат, он наверное, в будущем будет востребован. Это очень удобно. Ну вот шаговая доступность. Мы все эти дни будем объезжать без исключения участки избирательные города. Наша цель не контрольная миссия, а наша цель убедиться, насколько все организовано. В приоритете сегодня безопасность. Для этого продуманы все меры. У нас на участке есть и санитайзеры, и маски, и перчатки. И ручки обрабатываются постоянно, и ящик обрабатывается тоже санитайзером. К слову, барнаульцам такой нетрадиционный формат голосования пришелся по душе. Здесь удобнее даже. Все рядышком, шаговые доступности. Самое главное, что ни очередей ничего нет. А тем более сейчас такая обстановка, скопления народа никакого нет. Все нормально. Ну молодцы. Избирательные участки под открытым небом будут работать во всех районах города. В общей сложности 1300 точек. Выразить свое отношение к принятию поправок в Конституцию можно с 8 утра до 8 вечера. Кстати, в дни голосования на счетных участках, совпадающих с избирательными, можно будет внести свой вклад в присвоение барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести». Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.